Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Таша Моляр. Вы на моем канале Жизнь без дублей. У нас сегодня второй день стройки. Мы достраиваем дворик нашей мечты, в частности, делаем летнюю кухню. Выпуск об этом, о начале нашей стройки был на канале буквально вот вчера. Кто его не видел, вот на него ссылочка. Сейчас мы с вами пойдем посмотрим, что у нас там происходит на строительной площадке. Ну, а пока, пока строители строят, я занимаюсь обычными домашними делами. Готовлю завтрак. Делаю вот тут цветную капусту, которая уродилась в этом году на нашем участке. Отварила ее сначала. Вот она у меня такая отваренная тут, видите, в кастрюльке лежит. Ну, просто в сопоцомленной водичке буквально пять минут отварила. Далее я ее обмакиваю в яйцо. Чуть-чуть молочка у меня тут яйца. И вот так вот обмакиваю в сухарях. И после этого выкладываю на сковородку и обжариваю. Наверное, можно было бы в духовке запечь, я так думаю. Но почему-то я решила... А, у меня духовка же занята. Так, в духовке у меня стоит омлет. Пойдем его посмотрим. Вот он и наш омлет. Это такой высокий омлет, как в детском саду. Рецепт есть у меня на канале. Вот тоже даю вам ссылочку. Смотрите, он уже, видите, начал схватываться. Скоро будет готов. Ну, а за нашей строительной площадкой, чтобы все время стоять у строителей над душой, я периодически хожу, наблюдаю вот тут. И хочу сказать, они с такой скоростью работают, что очень и очень быстро все происходит. Вот уже, смотрите, пол застелили. Это на нем лежит сейчас этот самый агроматериал, чтобы не испачкать чистую вагонку. И уже начинают обивать потолок, насколько я вижу. Сейчас мы с вами туда сходим и посмотрим, что происходит на нашей строительной площадке сегодня. У нас сегодня хорошая очень погода, такой замечательный день. Знаете, тепло очень и в то же время солнце не шпарит. Это, конечно, удобно, когда у тебя работают строители, потому что вроде что-то происходит, а ты в это тоже время можешь сделать какие-то свои другие дела. Вот видите, какой у меня хороший тут наблюдательный пункт в спальне. Да, вот потолок начали зашивать. Ну, сейчас мы с Валерой пойдем посмотрим. Пойдем. Вперед. Я только яичницу успела пожарить, а вы уже дом построили. Как это так у вас происходит? Очень быстро работаете. Очень. Сахарок ты зачем хотел съесть человека? Ты что? Или ты сам испугался? Ты сам испугался? Скажи, сам испугался. Да, уже потолок. Уже практически, я говорю, дом готов почти, понимаешь? Да. Вот эту пластиковую отрежем? Нам не надо? Это Леня решит. Да, Леня? Вот эту трубу пластиковую из бытовки, это же? Она может и там останется. А, она внутри останется? Да. А, это вот решетка, это вот ей выровняли, да, получается. Вот здесь пошире, а там поуже. Это что еще раз ты спрашиваешь? Ну, у нас же кривовато тут было вчера. Да, да. И каркасом выровняли, да? Бытовка стояла непараллельно той стиме, да, девочки? Да, да. Каркасом, я смотрю, выровняли. Каркасом выровняли. Просто вот здесь вот зазор больше, чем вон там. Да. Угу. О, отлично. Вот. Ну, уже прямо вырисовывается внешний вид так хорошо, вот, что они в рядок стоят, какая-то законченность появляется. Конечно, мне нравится вот это вот окно в мир, в лес, но оставлять его, это уже как-то все время как на витрине. А делать остекление такое, тогда мебель будет некуда ставить, поэтому. Все отлично будет. Да. Я тоже так думаю. А как вот этот вот переход, Лень, вы будете делать между вот ними? Ну, так, чтобы как-то культурно выглядело, да. Ну, там надпланку примыкания ставить. Угу. Ну, так надо, чтобы как-то ровненько это так вот как-то, ну, чтобы как-то закончено выглядело. Да? Торец. А здесь вот торец вот так вот обобьете, да, вот так вот тоже будет культурно, да? Да, да. И вот так уголом будет, ну, до этой сарайки продолжаться. Ну, вот на улице так же сошьем торцы. Угу. Мы уже с тобой сколько раз убеждались, что Лене не надо даже советовать, он лучше нас знает, потому что вот как там у нас наверху, когда на чердак. Представь, что когда мы сняли там все и что там оказалось, там вот так все углы. Да, там в результате очень культурно нам Леня все сделал. А вот они все придумали там. Да. И по ходу они найдут решение такое, чтобы было и надежно все, то есть не протекало. Да. И, видишь, и ветрозащиту поставили тоже. Это я даже, у нас и не было в планах. Ребята все знают. Да. Я тебе больше скажу. Они помнили, что она у нас осталась в прошлом году. Да? Это вообще круто. Да. Так что все будет отлично. Видишь, как все подобрали. Доска какая красивая. Вот ребята ее даже на нее наступать не хотят. Да, да. Застелили культурненько все. Красиво. Даже ее красить. Надо будет его красить. А мы его с тобой можем такой вот покрасить, как мы потолок в этом красили. Чтобы видно была эта фактура. В спальне, чтобы фактура была. Здесь можно так сделать. Да. Отлично будет. Но учитывая, что здесь будет все равно стеклопакет стоять, то есть это будет как, ну не как продолжение, не совсем как продолжение пола, а как обособленное помещение. Поэтому мне кажется, у нее можно сделать, оставить фактуру пока чистое дерево. Да. Ну здорово. Ну что я могу тебе сказать, Валер? Помнишь, мы когда вот это вот строили, мы обсуждали, что это у нас сцена, кафе, столики. Ну все, у нас теперь есть палатка, окно выдачи. Понимаешь? Да, ребят, приглашай стол накрывать здесь. Да. И этот как его. И все, вот тебе, пожалуйста. И приглашать тут у нас местных артистов. Да, то есть мы можем, понимаешь, работать, у нас будет как бы VIP-зона, VIP-зона столиков. Это вот здесь у нас будет VIP-зона, здесь артисты. Вот там можно места такие, знаешь, VIP-вип. Я видел в Болгарии, там такие же вот небольшие домики, да, точно так же приглашают там музыкантов, своих же. Потом там 5, 6, 7 столиков стоит. В таком уютном месте. Да, но я хочу сказать, что поскольку наше заведение будет востребованным, то там мы сделаем открытое окно выдачи на поляну. На поляне будут свои столики, а здесь будет VIP-зона с концертной площадкой. Понимаешь? Значит, у тебя обязательно должно быть разделение людей, да? Нет, это не разделение, это не разделение, нет, это не разделение, это добровольно все. Кто-то хочет на пленэре, понимаешь, в антураже природы. А кто-то хочет на концерте. Уже, желающий ездить на природу. О, компот пришел. Скажи, что-то вы здесь без меня. Вы видели, как мы его подстригли? Это же прелесть, это же тигрокот. Вот, он уже обрастать начал, он такой плюшевый, и так его приятно тискать теперь, что мы решили, что мы его, наверное, будем теперь каждое лето стричь. Да, тигрокот. Ты тигрокот? Вы видели когда-нибудь таких стриженных котов? Пошка большая, тело маленькая. Да, у него просто столько колтунов было, что было нереально его. Да, мы сначала, я очень переживала, а сейчас я такая довольная, мне очень нравится, как его подстригли. Просто прелесть. Ну что, на пиалозе развонил? Нет, еще не звонил. Ну мы здесь зашиваем-то горизонтально. А это позвоним сейчас. Ну, внутри. Да, да, да. Горизонтально зашиваем. Вот Серега нам такой адрес дал. Адрес? Ну, как на твой день рождения в сентябре поехать в Карелию. О, здесь уже, видите, планы. Поскольку Сережа, он у нас у тех, ну, родственники в тех местах, и он много там был. Из Карелии? Да, в Карелии. Ну, и мы с тобой тоже туда первым... Наше одно из первых путешествий было, да, в Карелию как раз. И вот это вообще, вот это место, это напоминание о русском севере. Да, да, точно. Нам оно очень нравится. Да, это был наш первый цветник, и он у нас называется «Русский север», потому что здесь такая природа этого места. Пя-озеро. Как называется? Пя-озеро. Пя-озеро? Да, так и называется. Я тебе еще лучше скажу еще одно название. Ноль озера. Тоже есть такое. Ноль? Да. Почему ноль? Почему, не знаю. Но Пя красивее, правильно? Да, красивее точно. Вот там можно и порыбачить, как мы любим, вот, с удочками. И посмотреть природу. И, в общем, насладиться нашим русским севером. Это ты сказал тысячу километров, да, ехать нам? Да, тысяча сто где-то. То есть, чтобы пожить в рыбацком домике, нам нужно проехать тысячу километров. Ну, вот ты сказала бы женщина, моя жена вообще такие правды говорит. Нет, это я уточню. В рыбацком домике нужно проехать тысячу километров. Ну, конечно, я только что здесь мечтала о танцевальной площадке, кафе, столиках, а ты мне тут же в рыбацком деревне. Нет, это не похоже. Ладно, ладно, это я так. Ты только по-другому говоришь. Конечно, я рада побывать в рыбацком домике и проехать ради этого тысячу километров. Где человек в числе нога не сыпал. Да. И меня тянет, потому что я полетянин. Я когда в природу, где люди не ходили, мне просто душа переворачивается. Вытеку проедешь, а справа будет деревня. Сумской погост. Сумской погост. Сумской погост. Сумской погост. Церковь деревянная. Типа как в Кижа. Можно я проверю, чтобы реставрироваться. Можно я проверю, что это не знаю. Сумской погост. Да. Пиши. А мы в Вытекре же с тобой были. Слева. Да. Слева будет большой поселок. Запад не называется. Может туда заехать, на него полюбоваться. Угу. Повенцер. Пушка здесь. Три. И рядом церковь Николы Мокрой. Сереж, это как называлась деревня? Сумской погост. Сумской погост. Сумской погост. Где Онегу можно? В западе. А, в западе. А что там можно в западе? Онега смотрится. Помнишь, мы с тобой ездили? Тоже Онегу с батюшкой смотрели. Как это место называлось? Вот Вытигра это был. Нет. Мыс Алдын. Мыс Алдын. Да, мыс. Алдын, по-моему. Не Алдын, а как я подумал. Мне кажется, что Алдын прям. Мы ездили не в Вытигре, мы ездили это. Это после Вытигра было? Нет, это мы ездили в Белозерск. Там ездили. Это Белое озеро вы смотрели? Нет, не Белое озеро. А значит, Вытигра. Куда? На Вытигре. Правильно. От Вытигра где-то километров по бездорожью, наверное, километров сколько? Двадцать? Да. Такой есть мыс. Алдон, Алдон он назывался. Ну, такая там дорога очень убитая. Ну, для уазиков наших. Грунтовка. Грунтовка такая вся разбитая вообще. И туда идет дорога. И попадаешь там такой берег. Как утес. Большой высокий берег. И Онега. Обрывисто. Да, обрывисто. Вот это место нам сказал. Немножко Вы на Свирине доехали. Это же нам Алексей сказал, что обязательно хотя бы съездите, посмотрите это место. Ну, Вы как поехали туда. За просили. Да. Там просто дорога страшная. Там гостиницы хорошие. На выезде. Скоро мне деньги просто. Ну, а в Ковенце, что там? Там был Аной канал. Вот Пушка. Здесь три. Следующий Медвежий Корс. Ну, там Пиндуши. Поселок, деревня. Пиндуши, потом Пиндуши. Вот тебе еще вопрос. Сережа сказал, что на пароме церковь видна. Ты видела церковь? Да. О, а я не видел. А где там церковь была? Понял, справа? Слева, справа? Слева. 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 А справа там все к сна. Да, речка. Ничего не увидишь, кроме баржа. Да. Все точно. А мне не отложилось в памяти, что церковь там была. Оставлял, спорил. Я не спорил? Я не спорил? Я не спорил? Я тебя настолько солей не размыл, а? Нет, я же не спорил. Я просто вспоминал. Я предлагал тебе спорить. А, да. Ты предлагал. Ты чувствовал, что победишь. И выигрыш в поле. Я думаю, нет. Ну, ты сколько раз там был? Это, значит, ты точно прав, что где-то церковь есть. Значит, я не видел ее. Хотя мы ждали по рамкам сколько? Ну, минут 30-40. Да, мы долго ждали. Сидели там. А где это долго? Ну, это для кого как? Это мы так не долго. Нам же, мы же путешественники, мы же всего 5 дней путешествовали. Нам надо быстрее. Иначе вы будете ждать. Я его ждал с 10 до 6 утра. Вот это вот долго. Да. А помнишь, как мы это, когда уже с паром мы проехали, там малину насобирали, это не малину, а землянику. Землянику в лесу собирали, да. А потом первые деревеньки в сельпо зашли и взяли там, а что там, ливерные колбасы, еще что-то там. И потом там сели. Очень романтично было. В какой-то деревне. Колодец такой был красивый. Сосны. Деревенька такая. Ну, когда уже поедем-то за тысячу километров-то в Рабацкий домик? Вот. Это другое дело. Можем и раньше поехать. Мне кажется, не надо ждать моего дня рождения. Надо раньше ехать. Раньше. Пока погода хорошая. Пока все у нас тут поделаем и поедем. Да. Вот. На русский сель. Самое впечатляющее это направление. Даже такие планы у нас на поездку организовались. Очень даже. А когда дальше, после Белозерска, вернее, после, как на трассу выехали, после парома туда, дальше, как погода менялась. Да. Стала. То солнце, то такой тучи, то какой-то ливень. А как было красиво, где вот такие заброшенные лодки. Это что было? Это было Устье там чего-то. Вот это и было. Это где заброшенные лодки, это и паром есть. Это же Шексна река. Очень красиво было. Вообще невероятно. Именно этот разговор, который я вам привожу в этом выпуске, навеял нам мысли о том, что нужно поехать на русский север в Карелии. Здесь я вам подобрала кадры. Это 2017 год. Это одна из первых наших совместных поездок. Мы на тот момент были знакомы три месяца. Первая поездка была в Суздаль. И вот мы поехали на машине. Такой достаточно короткий отпуск. Это конец июня, по-моему. Поехали мы на пять дней. Ехали мы до Белого озера. Потом мы доехали до Онегива, до мыса Алдон, если я правильно помню его название. Вот как раз перебирались на пароме. И обратно мы возвращались через Вологду и Ярославль. И как раз заехали на дачу, на которой мы теперь живем. Вот это вы видите кадры Ярославля. Поездка была потрясающая. На пароме мы переплывали. Это вообще был мой первый опыт на машине на пароме. По пути мы снимали то, что видели. Ночевали там, где нам попадалось. Вот как раз мыс Алдон кадры. Видео практически не осталось. Но фотографий достаточно много. Делюсь с вами. Ну и в общем теперь мы собираемся снова в подобную поездку. О чем и будут выпуски. Да. Вот так же красиво, как небо сегодня. Какое-то тоже очень красиво. А как мы на Вытегре, когда ночью приехали уже обессиленные. Нас Алексей принял. Ну, а сейчас мы там думали в каком-то домике маленьком. Ну, как там заплатили через интернет. А он говорит, да нет. А сколько ты до Вытегры ехал? Ну, сколько мы до Вытегры ехали. Мы так, а с остановками. Ну, наверное, к вечеру мы приехали. Вот если мы... Да, я в Туртигры от Степки выезжаю в пять. Ой, в девять. В пять я дома. Но мы не так ехали. Мы же с остановками там все. С разглядыванием. У нас же было путешествие. Лесь, мы, наверное, месяц были знакомы к этому времени. Это мы... А помнишь, когда мы поехали туда тоже, уже когда каналы проезжали, женщина на дороге остановила. Ну, мы с чего-то остановили. Да, да, это вообще было волшебное какое-то место. Она нам говорит, вы проезжаете тут, москвичи, мимо, а красоты не видите. Я говорю, а какой? А вот давайте сюда налево. Она нас куда-то в лес свернула, и там вообще просто... Мухи такие, брусники, брусника. Ну, в общем, невероятно. Вот тогда не была блогером, ничего не снимала. Ну, нас этим не удивишь. Прямо нечего даже и показать. Несколько фотографий вам и тут привожу, и все. Кто-то в этих местах вообще не радует. И нечь делать. Да. А у Наташи подписчики... Спокойнее. Они из других стран даже и к нам хотят. Я думаю, они же живут там в таких местах. Вообще там, как говорят там, куда там нам еще дальше запада стремиться. Ага, вот из запада к нам хотят. Наш уголок посмотреть, побывать в таких местах. А посмотри, вот, Наташ, на эти сосны, на эти елки. Кто видел такие елки? Может, я не знаю где. Вот. Такой высоты неописуемой. Вообще, например, на Курилах для меня это впечатление. У нас вообще кедрач маленький. Вот такой. Такие вот. И березки такие карликовые. А вот, пожалуйста. Да, у нас здесь еле вообще невероятные. До неба. illuminate. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 И слушайте, а может вы сюда поставите? Такая мысль возникла, друг. В общем, вот. Буфет у нас есть. Он так и стоит в магазине, на продаже до сих пор не продался. И вместе с этим буфетом мы еще купили такой, знаете, столик, который сделан из станины швейной машинки, ножной зингер. И сверху на эту станину приделана столешница. Вот у нас этот столик тоже уже два года почти стоит в этом магазине. И я себе представляю, мне, кстати, Наташа художница напомнила, знаете, про этот столик, когда я стала рассуждать, что вот здесь вот мне надо поставить, вот сюда я хочу поставить столик. Ну, стулья у нас вот есть. Они, ну, вот эти вот стулья, которые мы используем здесь сейчас. Там у нас четыре стула, так что вполне два, они уже с подушечками. Вот сюда встанут. Вот. И здесь же мы планируем такой стеклопакет делать прозрачный. Для этого на завтра мы вызвали замерщика. И хотим делать этот стеклопакет вот так вот пополам. Половина, чтобы у него была как бы глухая, а половина вот здесь вот сдвигалась, эта дверь. Почему именно с этой стороны? Потому что вот здесь же будет соединяться, пол будет как бы продлеваться на подиум, ну, вот, чтобы это был общим уровнем, да. И как раз я подумала, что вход пусть будет вот с этой вот стороны. Здесь у меня встанет вот так углом гарнитур. Ну, вот так вот, не до конца, наверное. Вот. Ну, а с этой стороны я как раз хочу поставить вот этот маленький столик и два стульчика. И можно будет сидеть и за этим прозрачным стеклом вот так вот смотреть на дворик. И, в общем, будет такой у меня маленький-маленький кухня-кабинетик. Вот. Но на самом деле мы в этом году, конечно, все это не закончим еще. Это у нас еще такой будет растянутый во времени проект. В этом году нам надо сейчас, ну, в ближайшее время мы собираемся купить краску. Будем вот это все красить. Причем внешнюю часть фасадов, я имею в виду саму бытовку. И сарай вот этот вот наш. Мы будем красить в светло-серый цвет. Вот в такой же цвет, в котором у нас дом покрашен. Вот. А вот чем красить вот здесь вот внутри эту красоту, я вот даже сейчас, честно говоря, пребываю в задумчивости. Вот думаю, может быть, взять краску типа текурилы. Такой, который как пропитка, чтобы фактуру дерева сохранить. И вот думаю, не покрасить ли стены в такой серый, разбеленный. Ну, есть такой цвет, да, который серый, и он как бы с белым. И вот чтобы он сохранял вот эту фактуру, ну, было видно вот это вот дерево, да, и придавал просто такой оттенок. Ну, в общем, такие вот у меня и есть мысли. Ну, а на сегодня хочу с вами попрощаться. Вот. Как вам наши обновления? Может, какие-то идеи есть новые? Пишите, будем очень рады. До новых встреч на канале. Ваш Даша Малер. Пока-пока. Пусть у всех будут какие-нибудь приятные обновления в ближайшее время. Субтитры сделал DimaTorzok